Трейдер, управляющий активами, торгую практически на всех рынках, большей частью опционной стратегии, долгое время, уже много лет обучаю, с перерывами, конечно, когда живу здесь, то обучаю, когда уезжаю в Испанию, то там некого обучать. Пишу аналитику также для Admiral Markets на сайте, фундаментальный анализ, и вот предупреждение о рисках хочу включить, как маржинальная торговля несет в себе риски, и регуляторы требуют показывать это всем потенциальным клиентам и клиентам, то вот на экране у вас есть. И Admiral Markets, собственно, организатор вебинара, я приглашенный лектор офиса в Лондоне и Италии, и контакты пишите по любому вопросу. Вопросы касательно вебинаров, то есть новых тем, лучше уж мне писать, мы на май, кстати, я уже который раз говорю, график открыт, вот четверг мы даже, по-моему, нет, одна тема есть, а дальше все, дальше у нас все открыто. Так что, кому что интересно, абсолютно любая тема, пишите, спрашивайте, мы с большей вероятностью рассмотрим именно эту тему, если она, конечно, касается рынков. Ну и давайте перейдем к нашим рынкам. Неделя такая интересная, достаточно интересная, хотя бы потому, что у нас на этой неделе совпадение по... Так, почему не открывается график, я не пойму, сейчас, секундочку. А, вот, открылся, а хотя... Нет, он снова уходит, секунду. Как мне включить график так, чтобы он был на этом мониторе? Рабочий стол 1, рабочий стол 2, нет. Рабочий стол 1, а где же... Где же наш метатрейдер? Оставить брок, открывать при входе, все рабочие столы, этот рабочий стол. Хорошо, поможет ли вывести наш метатрейдер на этот рабочий стол? Еще раз, вот он, он уходит на соседний монитор, который выключен. Секунду, я попробую еще что-то сделать. Параметры, все рабочие столы тоже не помогают пока. Тоже не помогают, хорошо включен другой монитор, посмотрим, чем это закончится. Вот он на другом мониторе, перекину я его сюда. Ну вот, все, появился. И уберу снова тот монитор. Надеюсь, сейчас видно. Надеюсь, сейчас вы видите метатрейдер. Видно или нет? Напишите, пожалуйста, видно именно метатрейдер. Только что он был. Еще раз я его включу. Вот, метатрейдер открыл. Если видно... Нет, не видно. А, ну, в самом же вебинаре надо включить. Да, извиняюсь. Сейчас опять он меня просит разрешить, открыть, показать. Окей. Вот сейчас он должен включиться, запустить. И еще раз я спрошу, видно ли. Пишут, что нет. Но странно, что не видно при идее. А, вот все, Елена пишет, что видно. И Станислав, все написали, что видно. Окей. Ну, это такой сырой метатрейдер в том смысле, что я пока тут вообще ничего не настроил. Именно вот с этого компьютера. Потому что долгое время с Windows заходил. И теперь нужно открыть как минимум графики. Сейчас, ну, вот, раз с вами сделаем. На экране у меня золото. Ну, тут ничего нового. Единственное, что я вижу на Бейли. Такой канал вырисовывается. Мы сейчас коснулись или не коснулись нижней части. Секунду, я включу линии и посмотрим, насколько вообще... Нет, пока не коснулись. И даже подозреваю, что это какой-то интересный канал. Очень похоже. Вот так, примерно очень похоже. Фондовые рынки снова стали расти. Мы снова по золоту делаем то, что делаем обычно. Когда фондовые рынки растут, волатильность викс падает. Индекс викс. К золоту интерес теряется. Как только обратно, процесс золота будет расти. Наверное, мы пробьем вот эту линию тогда, когда по S&P у нас будет новый максимум. Давайте откроем S&P. Как раз очень похоже, что эти две тенденции будут... Нет. Эти две тенденции, два инструмента будут неплохо коррелировать. То есть они коррелируют в обратном только порядке. И их точки, точки соприкосновения или пересечения будут совпадать в том смысле, что S&P пересечет вверх, новый high-dust, если золото пересечет ту линию вниз. Скорее всего, это произойдет одновременно. Если это произойдет не одновременно, мне кажется, это хороший... Ну, арбитраж назовем. Такая возможность, что ли, войти неплохая. Если неплохая, раз, допустим, S&P дает новый максимум, а золото колеблется выше вот этой отмеченной линии и никак не развернется, может быть, хорошая возможность продать. А еще лучше, если золото пробьет, будет колебаться, думать, а S&P будет уходить на новый максимум, скорее всего, есть хорошая возможность продать, поставить стоп-лосс и молиться, что не будет никакого ракетного удара по Сирии или не будет угроз со стороны Северной Кореи. Ну, то есть я вижу такое схождение по этим двум графикам в направлении, по крайней мере. Если будет расхождение, ну, не будем это называть дивергенцией, расхождение в графической, да, в следе, что ли, в треке, в тропинке, которую рисует золото S&P, то это можно как-то использовать. Ну, пока рано говорить, пока мы не коснулись даже линии и по S&P не показали развороты, и я пока не вижу, что этот разворот с какой-нибудь близок. Что у нас по фунту? Ну, давайте прям сразу натягивать на этот график. По фунту также продолжается тенденция роста. Мне кажется, на этой неделе ФРС, если сделает что-то, удивит рынки обычаями и дистрибинами, настроенными по доллару, то это может развернуть фунт. Если не удивить, то по фунту есть очень даже неплохая, фундаментальная такая, да, возможность, тренд или фактор важный. Это инфляция, это Банк Англии, вот заседание уже должно быть вскоре, должно, подходит уже дата следующего заседания, мы узнаем заодно став, мы узнаем заодно протокол, да, после заседания, и посмотрим, как на этот раз изменились голоса. В прошлый раз, напомню, каждый раз я говорю, ну, потому что уже месяц прошел, в прошлый раз, напомню, один член комитета по монетарной политике, некая госпожа Форбс, голосовал за повышение, остальные за сохранение, ее слова подтвердились, инфляция высокая, хотя ВВП в прошлый раз вышел не такой высокий по Англии, но вот нужно следить за инфляцией. Еще один намек на то, что госпожа Форбс была права, то к ней подключатся другие члены, и, глядишь, повысят по Великобритании ставку раньше, чем мы ожидали того накануне, до всего этого. Так что Форбс нам в среду покажет свою силу по доллару, что они будут делать. Ну, мне кажется, у Форбс нет особых каких-то сильных драйверов, сильных каких-то факторов, на которые он мог бы опираться. Нонфармы, к сожалению, будут после решения Форбс, то есть не наоборот, сначала нонфармы, потом пища для размышлений для Форбс и решения, да, сначала Форбс. Но мне кажется, что Форбс уже знает нонфармы, но не в том виде, в каком мы их видим, эти нонфармы. Скорее всего, Форбс есть и свой аналитический отдел, и какие-то предварительные цифры. Возможно, так или иначе, они рынок труда сами отслеживают. Так что за два дня до нонфармов они могут понимать примерно, что будет происходить. Не то, чтобы инсайт, нет, конечно, а по своим данным. Так, что еще? Ну, по евро тоже такая нестандартная ситуация, делать нечего, так скажу. Не то, чтобы она прям нестандартная, как раз наоборот, самая такая дежурная, просто делать сейчас там нечего. Нет ни одного, сейчас дейли, таймфрейм поставлю на дейли. Есть вот восходящий такой канал. Сейчас линии нарисуем. Я всегда пользуюсь самыми простыми графическими методами. То, что более-менее работает, на мой взгляд, для чего не нужно массу всяких умных сложных систем, где, как говорят на английском, больше мусора на входе, больше мусора на выходе. Когда у вас много переменных, очень много разных цифр, разных меняющихся факторов, ну, вот переменных, это правильно я сказал слово, правильно я сказал, то где-то в одном ошибетесь и все. А вот простые схемы, они работают надежнее, что ли, скажем. Так что вот здесь мы видим нисходящий тренд, зарисуется флаг перевернутый, посмотрим, что с ним будет происходить. Мария Драги вчера, вчера, да, это было? Нет, знаете, когда это было? На прошлой неделе это было, как и вчера. Так быстро все пролетело. На прошлой неделе никаких намеков не дал, ни по количественному смягчению, там все стандартно, ни по ставкам, отбросил все вопросы по поводу того, насколько возможно, до истечения. Ну, то есть никаких особо серьезных намеков, подсказок с вами Мария Драги не было. Вот мы увидели евро не особо колеблющимся, вот он уже несколько дней стоит на месте, этот гэп связан с французскими выборами, еще один риск, ну, частично рассосался, так скажем, все-таки Brexit тоже никто не верил, и в Трампа никто не верил, и ты видишь во втором туре, не дай бог, конечно, победит эта женщина. Все может быть, я даже не знаю, о чем думают европейцы, французы, голосующие за эту женщину. Это антимиграционные настроения во Франции, это какая-то попытка, как в Америке, сделать нацию снова сильной. Я не знаю, вот среднестатистический гражданин Франции, который идет на выборы с желанием проголосовать за эту женщину, я бы даже сказал, немножко невменяемо, глядя на ее девизы, на ее первые шаги, которые она будет предпринимать, всякие там выход из еврозоны и Евросоюза, это, конечно, страшно все. Так, теперь давай календарь откроем. А, нет, мы не все закончили, мы не все закончили. Что еще у нас там по инструментам? Значит, евро. Да, нефть, нефть. Вот самое интересное для меня сейчас нефть. Нисходящая тенденция продолжилась с еще большей силой. Вот WTI перенесем. С еще большей силой. Что мне сейчас нравится в нефти? Сейчас я открою индикаторы. Нет, давайте шаблон, шаблон таймфрейм мы сделаем daily, потому что четырехчасовой это так себе для того, чтобы точно разглядеть, где входить, где выходить. Сделаем вот еще вот так. Нет, здесь этого нет. Это вот здесь, где это было. Немножко сожмем график. Вот я вижу тоже техническая такая картинка. Вот такой вот каналчик. Мы коснулись четвертый раз. На самом деле не четвертый раз, да? Раз, два, вот здесь 3-4 было с разницей 2-3 дня. Пять, шесть тоже с разницей 2-3 дня. Мы очень-очень коснулись вот этой линии 47-48, 48-03 сейчас. Пробитие, конечно, я даже не знаю, к чему приведет уход на несколько долларов. Ну, вообще, мне кажется, по позиции невыгодно, чтобы мы так сильно уходили. Хотя я покажу свой счет, я его все время показываю. Не то, чтобы похвастаться, чтобы просто видели, чем я торгую и что у меня происходит со своим счетом, клиентским счетом. Вот уже у меня 119, 257. Ну, кто помнит, знает, в 90 мы начинали, точнее, счет мы начинали меньше, но когда я начал об этом счете рассказывать, говорить и показывать на вебинарах, было там 90. С чем-то сейчас уже почти 120. За несколько месяцев меня устраивает такая доходность медленная. Вот видите, у меня 50-е путы проданы, то есть мне не выгодно, чтобы нефть уходила сильно ниже 50. Она уже ниже 50, но частично покрыта шортами. Вот у меня два инструмента шорт. Буквально переживчик такой сделаем, разомнемся, покажу все позиции. Вот два инструмента шорт. И, собственно, я не против. Все эти позиции в хорошем плюсе для меня. Вот нефть приносит 9, 45-й пут, 390-й. Вот только 50-й. Если бы я его не продавал, было бы на 5 тысяч больше. Но я продал, чтобы заработать эти деньги. Тут 9 тысяч висит, и 5 из них в убытке. Но, в общем-то, по нефти, вот все это нефть, все, что CL, 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 все это нефть. А по нефти общая позиция в очень даже неплохом плюсе. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 против 5. 9 тысяч чистого плюса. И если нефть не будет сильно падать, то мы так и останемся в плюсе, и эти 5 тысяч даже мне сядут на счет. Даже нет, больше 9 тысяч не сядут на счет. А пока мне приходится регулировать. Ну и вот общая по фьючерсам позиция 15 тысяч. Ну, неплохо. Я доволен. Собственно, осталось только регулировать грамотно позицию, поэтому сейчас нет никакого права оставлять рынки. Андрей, вы увеличите на фуллскрин или как-то по-другому? Вам подскажут здесь? Я, к сожалению, тоже как... Точнее, я не по вашу сторону стою. Я тут как ведущий вебинар. У меня этот квадрат, ну, как бы мне не мешает. Вот спросите, кто-нибудь посоветуйте, что нужно сделать, чтобы этот черный квадрат не мешал. То ли фуллскрин сделать, то ли наоборот не фуллскрин, общий экран. Тут сейчас те, у которых такая проблема была, вам, наверное, напишут, как это надо сделать, чтобы этот черный квадрат вообще не мешал или мешал по минимуму. Вот, пожалуйста, подскажите Андрею. Окей. Ну, и теперь вернемся к нашему метатрейдеру. По нефти, да, ситуация, среда у нас запаса. Завтра ждем запасов. Может быть, они будут провокаторами, драйверами для понижения. Может, наоборот, отскочит. Еще на рынке висит, как там около 5-меч, фактор ОПЕК. Мы не знаем, что предпринимает ОПЕК. Мы пока даже не уверены в том, что они продлят. Какие у них новые на руках инструменты. Ну, инструментов там немного. Не думайте, что полным-полно разных возможностей у ОПЕК. Что они могут сделать? Только квоты. Понизить и повысить. Уже они 1С понизили. Нефть еле-еле там на 9% ушла вверх. Вот на графике, видите, до 54-х с чем-то. И все. И дальше вниз. Еще раз был ОПЕК-овский какой-то. А, тут Ливия еще сократила экспорт. Сирия нестабильность. Нефть отскочила. Ну, в общем-то, ей дорога вниз. Хоть и мне невыгодно вниз, но это же не меняет реальность. Это не меняет. Мне невыгодно вниз в течение следующих 12 дней. В общем-то, меньше, чем 2 недели. Дальше хоть поток. Дальше наоборот хорошо. Это не меняет реальности. Никогда не давайте позиции давить. Никогда не давайте вашим открытым позициям давить позиция. Это фраза возникла как раз отсюда. Когда человеку позиция его мешает рассуждать рационально, он начинает видеть разные развороты. Во всех факторах видеть именно то, что выгодно ему. Ну, и что, что мне сильно вниз невыгодно, хотя бы до 47-46. Неплохо. Было бы ничего страшного. Даже до 45. Дальше же придется регулировать. Но мне кажется, что вниз пробой куда реальность. Вот если отскочим, я вообще буду счастлив и регулировать позицию не надо будет. Но если пробьем, придется что-то придумывать. Что у нас еще было? Ну, S&P. Вообще ничего интересного по S&P сейчас, по крайней мере. Потому что потому что вот если и был разворот, похожий что-то на разворот, мы пытались пробить, могло бы что-то интересное развернуться, там, по теханализу составить на пробой, как-то искать уже разворот на рынке, что тренд выдохся, то мы ушли на новый максимум, на какой-то эйфории. А, даже как на какой? На Франции, на выборах Франции, как обычно, ушли на новый верх, то есть, если после Brexit курс улетал вниз, ну, нет, просто не просто, после Трампа курс улетал вниз, а потом рынок отыгрывался, то сейчас, получается, на хороших новостях курс улетает вверх, а потом отыгрывается вниз, ну, то есть, обратное. Но стоит учесть, что в то время начался массовый уход изоблигаций. То, что рынок развернулся вверх, это всего лишь заслуга того, что крупные хедж-фонды, инвестфонды, пенсионные фонды начали перекидываться на рынок акций. Ну, а потом уже добил рынок тот фактор, что вроде Трамп не так плохо, ну, подумаешь, начал глупости сначала творить, потом эти глупости не так-то легко было проводить, через там, Конгресс, Сенат. Ну, и 100 дней он свои назвал самыми лучшими в истории Америки, но это опять же популизм. Чем они лучше, я не знаю, какие-то исторические решения вроде принял. Единственное, что я слышал в последнее время, это он упростил добычу нефти на шельфе, то есть, это тоже негатив, кстати, по нефти, то есть, дал компаниям добро на добычу дальше, то есть, раньше были какие-то экологические, да, ограничения, то он их, скорее всего, убрал, но я не читал до конца, просто увидел по Блдбергу такую новость. Ну, то есть, по СНП делать нечего, даже я на новых максимумах не покупал бы уже, это страшновато, и так тоже сильно вылетели, ждать разворот или краткосрочно покупать на развороте или селить на развороте, смотря как выглядит будет этот разворот. У нас сейчас сезон отчетности, все знаете, чем он хорош, тем, что дает возможности сильные колебания вверх-вниз, сегодня отчитывается Apple, у нас вот весь методрейдер компании Apple, сейчас CFD на нее с плечом, конечно же, этим и отличается CFD на акции от самих акций, вот он, где он, он же был все время наверху, ААПЛ, что-то я не вижу, ААПЛ, АЭКСП, Алибаба, секундочку, Сильвер, ГАЗ, АБИАДЭЙР, А, нет, что-то я не вижу, Apple, странно, давайте все символы включим, ShowAll, кто-нибудь видит у себя Apple, или у Адмирала, его нет, я не верю, что его нет, тут есть даже какой-нибудь там Deutsche Bank, как же не быть, самой крупной компанией мира, самой высокой капитализации, но я не нашел, странно, я не нашел, будем считать, что плохо искал, или кто-то знает, нефть полетела вниз, пишут, сейчас посмотрим, куда она полетела, WTI, да, ой-ой-ой-ой, видите, как он пробил, посмотрите, прям на графике видно, одной свечой, то есть, эта линия важна была, достаточно, он ее видел, да, рынок ее видел, раз он одной свечой вот так пробил, улетел, 47, 26, только что было 48, только что, посмотрим, что мой счет будет показывать, я сейчас включу свой счет, профит прет у вас, да, Андрей, поздравляю, посмотрим, что у меня происходит, ну, потому что, с одной стороны, шарты мне будут приносить прибыль, а с другой стороны, колы отнимать, 120, 688, но это, по-моему, потому что кол, а нет, обновился 2,70, отлично, мой счет тоже вырос на целую тысячу, хотя, конечно, там движение было чуть больше, вот, поздравляю всех медведей, кстати, впервые этот счет 120, привалил за отметку 120, там было и 115, да, и 110 первый раз, мы превысили зимой, по-моему, вот, впервые ушли выше 120, удачи мне, и вам всем, так, хорошо, вот, видите, чем хорош, чем хороши опционы, тем, что сильно не надо нервничать, или наоборот, радоваться и парить, потому что, с одной стороны хорошо, с другой плохо, тут путы мешают, там колы, то есть, в итоге конструкция помогает, где-то в итоге заработать, между ценой, там, 53 и 43, да, но нет, есть, конечно, такая точка, где максимизация прибыли, но нет такого, что, чем ниже, тем лучше, по крайней мере, в моей конструкции, если бы у меня просто висели шарты, то да, но у меня там куча всего понапродана, потому что меня устроит и флэт, я сделал такую конструкцию, где меня устроит и флэт, ну, что я называю флэтом, не то, что бы прям цена 48, 48, 48, нет, все, что между там 46, 47 даже, и 53, это флэт, для меня, для моей конструкции, поэтому все это мне выгодно, ну, посмотрим, 12 дней еще осталось, опцион на этот фьючерс истекает через 12 дней, а сам фьючерс 22, то есть, нет, не почему через 12, сегодня второе, через 14, через 14 дней, а сам фьючерс истекает 22, но у меня опционы будут раньше стекут, и фьючерс мне уже придется или закрывать, или ждать, ну, скорее всего, я его закрою, потому что там ролирование будет, кстати, знаете, что такое ролирование, на серде тоже есть, скорее всего, это когда один фьючерс закрывают, открывают новый, то есть, я буду смотреть, сколько следующий фьючерс стоит, если он торгуется с контанга, то есть, текущий фьючерс, допустим, а следующий месяц 49, то я оставлю, потому что по 48 у меня выкупят шорт, по 49 я снова зайду в шорт, еще доллар оттуда сядет, да, а если он с беквардацией, то есть, текущий 48, а следующий, там, июльский, например, 46, то я не буду ничего делать, ну, зачем выкупать по 48, снова продавать по 46, хотя, конечно, у того фьючерса своя история, он 46, если уйдет вниз, уйдет там на 45 и ниже, но все же. Так, хорошо, с нефтью у нас, мы тут поняли, что к чему, тренд вниз никто не отменял, я очень рад, что мы идем вниз, идеально, если мы отскочим ближе к 50, вообще идеальная точка у меня 49,99, или нет, 50,00, вот, 50,00 идеальная точка, так что, если вы увидите в течение двух недель, что цена закроется на 50,00, смело можете меня называть каким-то шаманом, ясновидящим, потому что вся эта конструкция такая сложная, сколько здесь плеч разных ног, и идеальная цена ровно 50, вот если она где-то там закроется, то я шаман, я в следующий раз ник свой поменяю, буду шаманом. Но это будет большое чудо и удача, ну, в общем-то, я не жду его на 50, просто это самая такая точка максимизации моей конструкции, не обидеться, чтобы было 50, чтобы я был в прибыли, в прибыли я вообще между 46 и 53, да, а вот 50 это идеальная точка, так, окей, а еще вот, вот что хочу вам показать, смотрите, помните, наверное, я покупал фьючерс, не фьючерс, а опцион на пшеницу, вот, я покупал 435 кол, но он истек где-то вот здесь, почему-то написано было, что он истекает, ну, не написано было, так и есть, он истекает 12 мая, опять же, оказывается, на пшенице опцион истекает намного раньше, чем фьючерс, то есть опцион истекает, там, я не знаю, вот он уже истек на прошлой неделе, 26-27 апреля, а фьючерс только 12 мая, а у меня был куплен опцион 435, то есть право купить по 435, и хоть я и заработал, ну, целых 35 и 25, целых 2500, но у меня уже не было этого инструмента, он истек намного раньше, то есть пока цена тупила, формировала какой-то разворот, мой опцион истек, обидно, конечно, если бы это было пару лет назад, я бы от злости не знаю, что бы делал, разбивал бы мониторинг, а сейчас как-то спокойно, ну да, виноват сам, а я посмотрел на стечение фьючерса, а купил опцион, они-то в разное время истекают, ну, хотя было написано, майский, 12 мая, last trading day, последний торговый день, да, фьючерса, но у меня его не было, просто я думаю, может он в деньги уйдет, мне его раньше дадут, а вот и нет, обидно, ну, причем поймать на дне, да, обратите внимание, ну, вообще-то дно, многомесячное, вот смотрите, самое дно, ну, разворот-то пока не шибкий, но уже какой-то, тут большие объемы были, новый минимум дали, вот модели, это хорошо видно, на очень больших объемах показали новый минимум, зацепили стопы, вот почему нельзя ставить близкие стопы, а большинство тех, кто торгует такими инструментами шальными, у них нет возможности большие стопы ставить, у них нет возможности вообще без стопов торговать, и нет возможности ставить большие, поэтому они ставят мелкие, там идет шортокрылые, закрыло, и маркетмейкеры об них вытирают ноги и идут вверх. Поэтому лучше так не делать. Окей. Вернемся. А, теперь календарь. Давайте посмотрим, что нас ждет. Неделя не шибко богатая, если бы не ФРС и Нонфарма, и только два этих события делают неделю очень-очень важной, очень-очень насыщенной. На все остальное уже можно не смотреть. Ну, время любое поставим. Все равно вы и без меня знаете, когда у нас отчитываются. Единственное, я посмотрю, правильно ли я открыл. Да, все правильно. Вы и без меня знаете, когда во сколько, какие инструменты. Ставим сюда понедельник, пятница. Фильтр настраиваем. Вот самые важные. Ну, у нас странно настроены еврозона, UK, Великобритания, Япония, Германия, Китай и Соединенные Штаты. Всякие. Ну, можно Францию сейчас включить. Посмотрим, что там, когда, чего. Итак, надеюсь, видно, да? Итак, вчера особо ничего важного не было, но вот этот Кайшин, типа PMI американский, только китайский, безработица в Европе вышла. Ожидали, что будет ниже, но не получилось ниже. Почему-то этот календарь считает, что если безработица 9,5, то это лучше, чем 9,4. Нет, конечно, цифра и выше, но она не лучше. Ну и ладно, мы и без них разбираемся, что лучше. 21 часа. Дальше. Безработица в Германии выйдет завтра, в среду. Ну, если по еврозоне такая, то по Германии даже не столь актуально. Хотя локомотив еврозоны, локомотив экономики еврозоны, никто и не ждет, что в Германии все плохо. 5,8, это очень даже хорошие цифры. Хотя в Америке лучше, конечно, намного, потому что более мобильная экономика. Дальше изменения, понятно. Еврозона ВВП. Вот на это может обращать внимание Драги и ЕЦБ в следующий раз. Думаю, это сейчас достаточно важно. Они сосредоточились на экономическом росте и инфляции. И сейчас время выбирать. Время переходить с экономического роста на инфляцию. Если рост достаточно хороший уже, а инфляция дышит спину. И наоборот, если экономический рост слабый, все-таки еще пару месяцев оставить ситуацию, как она есть. То есть не снижать QI, не повышать ставки. Вот ВВП нам покажет, к чему должен склоняться ЕЦБ. Кстати, последний раз, ну не последний раз, а однажды было уже такое, что ЕЦБ именно в такой момент, только в обратный, когда экономический рост уже не волновал, нет, секунду, наоборот, инфляция уже не так сильно интересовала ЕЦБ, а волновал Европейский банк, скорее экономический рост. Кто тогда был? Ну я об этом рассказывал несколько раз. Не Трише, а до него немец был. Нет, Жан-Клод Трише, по-моему. Да, уже при Жан-Клоде Трише было. Да, Трише сказал, что не употребил слово бдительность в своем сопроводительном письме и в речи. И рынок понял, что бдительность по поводу инфляции уже не актуальна. И это был как раз, знаете, какой уровень? 1,60 по евро. И оттуда мы рухнули, просто в хлам улетели вниз. Так что вот такие разворотные моменты, я не берусь утверждать, что это именно сейчас такой момент. Я не берусь утверждать, что ключевой момент возникнет после этого ВВП на следующем заседании. Но вот в любой момент это может быть. Год назад я бы так не говорил. В любой момент ЕЦБ может перейти, страх по поводу экономического роста может смениться страхом по поводу инфляции. Даже не страхом, а приоритеты могут смениться. Вот сейчас именно тот период, когда на развилке мы находимся. Ну и посмотрим, что ближе ЕЦБ. Не менять коней, да, на... Как там пословица была? Не менять коней на развилке или как это называли? Так. ФРС у нас в среду. Никто не ждет изменений по поводу ожиданий. Я уже показывал статистику, она не изменилась. 96-97% ждет, что ставка останется прежней. Скорее всего так и будет. Но за эти два дня, даже за один день я не думаю, что что-то случится, что строит планы ФРС. Так что вот одно из заседаний, которое закончится просто перерывом таким. В марте, вы помните, было повышение ставки. Сейчас следующее в мае, 3 мая завтра. Потом будет, по-моему, 14 июня, потом в июле. Ну, могу ошибаться, календарь можете посмотреть. Он есть на сайте Чеховской биржи и на сайте ФРС. Ну, четверг так себе. Баланс не думаю, что сейчас волнует. Хотя, конечно же, для доллара это становится важным. Трамп там решил, в общем-то, менять всю эту ситуацию с Китаем, торговый оборот и так далее. Это, конечно, на торговом балансе может сказаться. Но не так быстро, конечно, вся ситуация изменится. Вот и рынки не ждут особых изменений. 44 миллиарда – это дефицит, да, торговый баланс в пользу покупок американцами чужих товаров и не в пользу продажи американцами своих товаров. В основном из-за Китая. Ну, и, наконец, пятница. Вонфармы было 98, ждут 185. Идеальные цифры, если они будут такими же, как в прошлый раз, 98, можно уже точно утверждать, что ФРС не повысит даже не то, что 3, можно даже 2 раза не повысить до конца года. 1 раз повысили в марте и еще 1 раз будет где-то там ближе к осени. Скорее всего, если такие будут слабые. Хотя 1 раз или 2 раза слабые цифры тоже не... Вот 3 раза слабые цифры – это уже показатель. А если будут выше, чем ожидалось, ближе к 200 и выше, то, скорее всего, ФРС не 2 раза повысит, а 3, ну, как минимум 2. И доллар получит сильную поддержку. Ну, вот тут такая большая интрига, кстати. В отличие от прошлого раза, когда ожидания были там 175, 180, даже 200, ничего не... То есть произошло, конечно, сильное снижение фактических цифр, но сейчас из-за этого снижения уже есть интрига даже в ожиданиях. Если в прошлый раз никто не думал, что снизимся и его снизились, то сейчас интересно, что будет более реально – следование последней тенденции или все-таки общий тренд на прирост рабочих сил на 200 тысяч и более или близко к этому. Ну, и ожидается, что анаплона чуть-чуть вырастет из-за вот этих вот цифр последних. Немножечко это повлияет на рост безработицы. Ну, важнее все-таки новые рабочие места, хотя ФРС наблюдает и за средними темпами прироста, то есть за самой безработицей. Что у нас еще важно? Я посмотрю, нет ли вопросов. Да, тут есть вопросы. В принципе, да, может оставить легко до сентября, как только безработица будет показывать не сильные темпы прироста, ну, то есть нонфармы. Но вообще-то по вероятности где-то 50 на 50 в сентябре. К лету эта вероятность хоть и вырастает, но не настолько, чтобы утверждать, что именно в июле будет повышение ставки. Вот именно к сентябрю вырастает при прочих равных. Ну, а если нонфармы выйдут низкими, то эти прочие равные отойдут на второй план, и сентябрьский рост будет под вопросом, таким не сильным, но под вопросом. То есть будет показывать вероятность уже, допустим, 30-40%. И основная часть рынка будет ожидать ближе уже к декабрю. Ну, посмотрим. Никто не знает, какие будут нонфармы. День важный будет, пятница. Жаль, что не наоборот. У ФРС была бы возможность после нонфармов принять решение уже на готовых цифрах. Но, как я говорил, у ФРС более широкие возможности к анализу. У них свои департаменты, отделы аналитические, свои модели экономические. Поэтому, скорее всего, они не имеют какие-то примерные цифры на руках. Так, секундочку, я проверю свой счет, что тут происходит. Нефть вроде туда-сюда. Видите, 117 теперь. Потому что что? Потому что 2,54, но они и стоили 2,70. Странно. И фьючерс, и опцион туда-сюда двигаются. Вот кто раньше изменится в цене, это же не спот-рынок, чтобы прям... Ну, фьючерс-то меняется один в один. А опционы не каждую минуту проходят по ним сделки. Где-то старая цифра зависла, бац, уже там на 2000 счет упал. Хотя, на самом деле, он не на 2000 упал, он просто старую цифру не отражает. Ну и ладно, это все равно такой счет, который будет актуален именно 12-14 мая, 15-го истечения. Хорошо, что у нас еще есть интересное? Я наблюдал за газом. К сожалению, нет никаких интересных моментов для входа. На метатрейдере даже можно показать. Нет, давайте я на метатрейдере покажу. Газ, ну, можно сказать, консолидируется, флажок рисует. Вот, хорошим сигналом было бы пробитие этого флажка вверх. Если лето обещает быть очень жарким, а не такого эль-ниньо, ля-ниня, вот этих вот процессов климатических, как их называют, климатические аномалии, вот их не будет. Лето, или наоборот, будет, лето будет слишком жарким. Это потребует много энергии для отключения кондиционеров и так далее. И газ может уйти. Пока рано об этом говорить, потому что погода больше, чем на 10 дней, пока мало кто прогнозировал. Но пускай газ пока консолидируется завтра, нет, послезавтра выйдут запасы по газу, посмотрим, что они скажут. Но по мне бы здесь лучше заходить по технике, потому что вы, наверное, заметили, мы много уже год ведем, почти вот будет в мае, в конце мая будет год, как мы ведем вебинары по рынку текущие. И вы заметили, наверное, те, кто с нами с тех пор, газ очень даже неплохо следует техническому анализу. Ну, очень даже неплохо. По-моему, лучше ничего не было. Вот лучшего инструмента, который прям активно следовал этим графическим линиям, каким-то там даже индикаторам. Я давно не встречал такого. Ну, стоит ожидать, что газ и дальше будет следовать этим тенденциям, видеть технический анализ, видеть техническую картину. Трейдеры будут заходить на этих технических параметрах. Ну, и почему бы не работать по теханализу. Хотя, конечно, всегда может прийти конец хорошей игре, и газ нарисует такое, что... Ну, пока нас не убедили в обратном, ждем флажка, ждем пробоя и покупаем на пробои флажка. Но не раньше. Пока ничего нет. Пока просто тупой флэт, видите, какой разносторонний. То максимум вверху, то локальный минимум, то снова попытка идти вверх. Это очень такие некрасивые, нетехнические фигуры. По ним я не работаю и не советую никому работать. Так, Андрей пишет, что нефть уплывала в сильную поддержку. Давайте посмотрим, действительно ли там что-либо есть, что можно назвать поддержкой. Ну, может быть, эти минимумы похожи на поддержку, но все равно не дошли еще. 46.70, 46.50 все-таки уровень, где поддержка. Но если вы смотрите на каких-то пятиминутках, то я вам не друг. Я пятиминутки даже отказываюсь наблюдать. По мне куда важнее пробой на дейли. Вот сейчас видите дейли, да. Пробой на дейли вот этой линии, если сейчас не будет ложного пробоя, или не будет, что еще там назвать, запасов завтра, которые убедят рынок в обратном, заявлении ОПЕК или еще чего-то, то по мне этот пробой куда уж более релевантный, куда более важный. Что может сейчас, кстати, быть? Вот почему мне неудобно, что я уже сижу, а на А4, да, вы говорите, что я уже в шортах сижу, и мне не надо сейчас быстро принимать решения, потому что сейчас может снова фактор ОПЕК появиться. Но, Андрей, я все равно не вижу поддержки. Она чуть ниже все-таки, если говорить о вот этой линии. Все-таки я не вижу. Так вот, ОПЕК может выйти на рынок и снова сказать, что что-то, что даст быкам возможность, повод сгонять вверх по нефти. Что может сказать ОПЕК? Что, скорее всего, будет продление, или точно будет продление этих квот, что есть какая-то другая договоренность с другими странами, не входящими в ОПЕК. Ну, тоже продление, только уже со всеми, Россия и так далее. Ну, я не сильно верю, что прям все страны согласились на продление. Что еще может сказать ОПЕК? Да ничего. Кроме квот у них ничего не осталось. Ну, бренд также реагирует. А, у вас по бренду получилось, да, это поддержка. Хорошо, тогда да. Я не смотрю бренды и даже давно не захожу. По мне WTI, потому что фьючерсы я торгую на Америке, и опционы тоже на Америке. А там WTI. Надеюсь, сейчас видно, да, я переключил снова экран. Так что, да, остается только ОПЕК что-либо делать, но уже серьезное, но уже давить на газ достаточно жестко, практически убедить рынок в том, что точно будет снижение, продолжение вот этого соглашения по снижению квот. А если он намекнет на очередное снижение, то есть на еще большее, чем в прошлый раз, да, миллион восемьсот было, добавить еще, допустим, пятьсот-шестьсот тысяч баррелей рынку, то это может сказаться, да, может дать рынку повод развернуться. Потому что рынок тоже не резиновый, ну, то есть если с рынка уходит еще пятьсот-шестьдесят, то теперь американцам снова надо добывать эти пятьсот-шестьдесят, нажимать на газ, да, там все хорошо, там растет количество сланцевых, буровых, но не так быстро, как это ОПЕК сделает. У ОПЕК сейчас единственная возможность играть на скорости, так быстро снижать, чтобы рынок больше реагировал на снижение, чем вот на это медленное добавление американцам. То есть лонг-торм, конечно же, цены смотрят вниз, шорт-торм, краткосрочно у ОПЕК есть возможность играть на нервах быков и медведей и менять тенденцию краткосрочно. Глядишь, как-то сработает. Но если бы я был ОПЕК, я бы, наверное, кардинально, как это делали саудиты раньше, пошел бы на эти меры, уничтожил бы сланцевую экономику, другого выбора просто нет. Хотя у саудитов, конечно, есть. У них и бюджет свойственно нормально, более-менее, и резервы вполне-полно, чуть ли не до триллиона, там 700 было миллиардов. Нет у них проблем, чтобы вот так делать, так агрессивно. Сейчас я посмотрю, Александр, только у вас эта проблема. Вот я приключил на график на этот трейдер. Нет у них такой нужды, но в целом ОПЕК и другие бедные страны, даже так скажу, у сильно бедных стран нет такой возможности, и у сильно богатых стран нет такой нужды. А вот среднячку этот долгосрочный сценарий очень даже пригодился бы, если бы ОПЕК всецело принялся бы его реализовывать. В чем он заключается? В том, что саудиты и ОПЕК делали в 2014 году валить-валить цены на нефть, квоты не снижать, а наоборот даже понижать, сделать на рынке такую ситуацию, когда нефть будет как грязи, нефть падает в хлам до 25-20-10, я не знаю, сколько она сможет еще упасть, 15 или на 20 становится, сланцевая энергетика медленно сворачивается, все массово закрывают вышки, годик-полтора продержать такую ситуацию, да, пускай в Венесуэле будет переворот, да, пускай приемник Уго-Чалеса убежит из президентского дворца, ну, неважно, зато долгосрочно будет хоть какой-то эффект, единственный шанс. И то не факт. Ну, подумаешь, два года сланцевиков не будет, потом снова прокредитует индустрию, они снова начнут. То есть, долгую ящик, гроб в ОПЕК уже пробит, там, гвоздем уже ударили, последний это гвоздь, нужны ли еще, это другой вопрос. Это не значит, что все, конец картелю, конец цена на есть, но нелегко будет ОПЕК теперь бороться с такой реальностью, потому что они теперь борются не со спросом, который может падать, расти от нефти, пока избавляться сложно, никто не избавится так быстро в плане спроса. Они теперь борются с предложением, а тут уже делать нечего. Уходишь ты с рынка, приходят другие. Ну, окей, посмотрим, как это все будет происходить. Нас что волнует на этой неделе? По нефти запасы. Технически нефть уже пробила, будьте осторожны. На Дейле мы видим этот пробой. Чем он закончится, не знаю, ложным, не ложным. Завтра запасы вовремя, возможно, дадут нам или подтверждение этого пробоя, или ложный разворот. Но если даже будет ложный разворот, поколебимся тут до следующих запасов, до пятницы, до буровых, или до какого-то заявления от ОПЕК, а потом мы снова можем пробить. То есть разворот, это не значит, что на Кае не совсем ушли, на 53, 54, 55. Лишний повод. А пробой вниз, ну, уже более очевидная вещь. Обратите внимание, это Дейли. И это уже с 1 августа прошлого года восходящий тренд. Он достаточно важен. Давайте посмотрим, может он еще куда-то вниз идет. Нет, нет, вниз не получилось. Вот он, достаточно важен. Это пробой сильной-сильной-сильной поддержки трендовой. И он не может пройти так просто, если он будет подтвержден. Просто ждем подтверждения, пускай чуть ниже продадите, или от касания следующего продадите, но зато более-менее уверенно, нежели сейчас бросаться это делать. Но я уже в шортах, поэтому мне легче. А тот, кто уже сидит... А, АПИ еще сегодня будет? Да, Станислав, хорошо, что подсказал. Еще же АПИ будет. API-институт, который альтернативный. Может, кстати, перед ним и загоняют. Где-то я читал, что перед АПИ все время вот такие вот игры. Даже кто-то давал грааль, что АПИ публикуется чуть раньше на самом деле. В каком-то отчете у них есть какой-то намек на что-то, и лучше по нему работать. Какой-то грааль. Кто-то писал на форуме. Ну ладно, я такими вещами не торгую. Так что, возможно, перед АПИ разогнали. Нервы не выдержали. Кто-то решил там на пробой сыграть, другие стали скупать. Ну, рынок, это же живой рынок. Кто прав, кто не прав, узнаем после АПИ или завтра. Хорошо, я не забыл. Хорошо, Станислав напомнил. А то я бы мог пропустить. Что у нас? Да, отчетность у нас, сезон отчетности. Ну, к сожалению, гейпы ловить мы не хотим. Поэтому это же не опционно, чтобы можно было до отчетности или после отчета торговать. Единственное, что я вам скажу, вот я уже в прошлый раз говорил, вы можете поинтересоваться. У Admiral Markets есть такой инструмент защиты от волатильности. Он как раз для таких ситуаций и придуман. Я сейчас не берусь утверждать, насколько он работает, насколько он создан для гэпов или для просто ростоволатильности, но у Admiral Markets, в отличие от многих брокеров, есть ряд инструментов, которые помогают ситуацию спасти, позицию спасти именно в такие моменты, когда вы попадаете в гэп. Зайдите на страницу «Все это есть» или напишите Роману Исакову. Он региональный менеджер по России, Украине, русскоязычной поддержке Адмирала. У них очень много представительств, много разных языков. Так что за русскоязычное отвечает Роман Исаков. Напишите ему его данные наверняка. Здесь я показывал support в этом презентации вначале. И он вам расскажет все. Это очень хороший инструмент. Я не то чтобы рекламировал, я сам недавно до них додумался, но в том смысле, что я все равно видел рекламу, защиту волатильности, всякие вещи. Думал, это всего лишь какое-то извращение брокеров, непонятные, не нужные никому вещи. А когда мне показали, как реально это может работать, мне очень даже понравилось. И оно очень актуально для мелких счетов, для тех счетов, которые не могут выдержать сильные движения. Я думаю, большинству из вас это будет интересно. Спрашивайте. Это бесплатно все. Это всего лишь такая брокерская фишка, которая помогает клиентам придерживать, удерживать клиентов, давать им лояльность. Ничего плохого в этом нет. Конкуренция сейчас такая, что спредами не поборешься с конкурентами, всякими там другими вещами. Уже 10 лет назад все это прошло, спреды везде почти одинаковые, а у кого плохие, тот сам виноват. Поэтому брокеры придумывают такие инструменты, которые клиентам дают больше возможностей. Вот как, например, Supreme Edition, вот это SE, как, например, защита от волатильности. Так что я подозреваю, что и от ГЭПа можно спастись лишь скачав или что там, естественно, используя этот инструмент. Всем рекомендую. Просто поинтересуйтесь, потом вы мне расскажете, может быть, вам не понравится, или наоборот, вы скажете, где я был, почему я раньше об этом не говорил. Но подозреваю, что в YouTube, на канале YouTube Admiral Market, где лежат все вебинары, там есть как раз ролик про все это. Ну, про Supreme Edition точно есть ролик, там, 5-минутный, как это работает. Про защиту от волатильности. Да, тоже есть, точно. Там даже такая подушка безопасности нарисована и написано риск, там что-то такое, стоп-риск. Точно есть такое видео. Да, посмотрите обязательно. Ну и все наши видео будут на канале YouTube. Смотрите, подписывайтесь. Ну и как обычно, я напишу свой скайп для тех, кто хочет предложить мне темы. Обязательно предлагайте. Вот Станислав, Алекс, кто участвовал в этом обсуждении, Александр, Игорь, те, кто активно участвует, предлагайте свои темы. Любые абсолютно. Ну, подумаешь, не понравится Адмиралу, не поставим. Мне даже самому интересно рассказывать о том, что вам интересно, потому что я-то могу все что угодно рассказывать, не факт, что это востребовано. Тем более, мы иногда торгуем на разных рынках, иногда разными инструментами. Ну и у кого есть Инстаграм, не стесняйтесь, лайкайте, добавляйтесь, подписывайтесь. И я тоже буду подписывать. В 21 веке живем в такое время меняться не только скайпами, емейлами, а инстаграмами. Окей, у меня все. читайте аналитику. Теперь аналитика будет один раз в неделю в видео формате. Это по понедельникам, с утра, прямо рано утром. Я даже ночью буду выставлять. Ну, рано утром, нет, не получится, потому что я ночью буду отправлять, а Адмирал Макетс только в 10 утра может выставить. Ну, то есть где-то в 11-12 максимум. Видеоформат там 5-10 минутный и один раз в неделю будет текстовый формат, что-нибудь интересное из того, что происходит на рынке, такое глобальное, чуть-чуть большое, чтобы можно было почитать, поанализировать, поразмышлять. Ну, и на новостях каких-то важных нонфармы, payroll всякие, ЕЦБ, ФРС будет особый какой-то так дополнительный выпуск, который расшифровывает все, что происходит. Вот, это по поводу аналитики, по поводу видео, как обычно, каждый вторник, у нас текущая ситуация, вот как сейчас, разговоры обо всем по чуть-чуть, что происходит, для чего, и по четвергам тематические вебинары, на которые я, как уже сказал, и третий, и четвертый раз, повторяю, жду от вас тем на скайп или здесь, обсудим, поговорим. Что еще? Да, Риги, жители Риги, жители Латвии, если здесь есть, поставьте плюсы, 25-го числа ждите меня в Риге, будет большое уступление, оно будет касаться market-neutral стратегии, оно будет касаться торговли акциями, CFD, Форекса там никакого не будет, потому что все время был Форекс, в этот раз будут индексы, CFD, специальная стратегия, market-neutral, так вообще есть в чате люди, потому что никто, а вот спасибо, написал Михайлов, если кто-то есть из Латвии, поставьте плюс, вот всех жду в Риге 25-го мая, вечером, да, наверное, в 6 часов, как обычно, как это называется, могу ошибаться, Bankos, August, Colos, как-то вот так, August, как-то так, Высшая школа, банковская, там будет проходить наш вебинар, отлично, вот, кстати, идея, но мы ее где-то проводили уже, если на Адмирале по видео не было этого, то да, я проведу, хорошо, по-моему, не было, да, это у другого было брокера, у Адмирала не было, давайте так и сделаем, один из вебинаров посвятим market-neutral стратегии, на живых примерах, на вот списке, которые есть в Адмирале, но я проверю на всякий случай, может быть мы уже делали, или похожий диплом, мы скринер делали, окей, если нет, то обязательно проведем, вот вам уже одна тема есть, что еще у нас будет, сейчас, я еще хотел объявить, ну, собственно, все, единственное, есть масса у меня планов, я бы хотел о них рассказать, конечно, но не знаю, сглазить, сглажу, не сглажу, есть такой, план, есть такая идея, ну, если вы поддержите ее, если вам она нравится, значит, она классная, вот, насколько сейчас здесь человек, буквально у нас осталось 6 минут, у нас здесь 38, да, почти 40 человек, уже 39, идея в том, чтобы, ну, буквально в ближайшее время, я буду путешествовать по Европе, ездить там по разным странам, идея заключается в том, чтобы, может, даже не рассказывал, взять, брать с собой в путь, ноутбук, брать, там, все принадлежности трейдерские, и в каждой стране торговать, рассказывать об обычаях страны, об экономике, вот, как бы, глазами трейдера, не просто торговать и писать сделки свои, а вот, как бы, писать в виде блога, может, даже потом это в книгу войдет, потому что книга у меня тоже есть в планах, писать в блоге, просто записки трейдера, обычно люди пишут записки путешественника, но у меня будет путешественника трейдера. Видеоблог, я думал об этом, просто нужно, первое, выбрать хорошую площадку, хороший формат, второе, я не любитель себя показывать, то есть, вот эти селфи, всякие съемки, селфи-палки, как делают путешественники, мне бы лучше показать окружающий мир, природу, или свой десктоп, а вот просто себя снимать, ну, смысл, я же хочу рассказать об экономике, о рынках, о каких-то удачных сделках, или неудачных сделках, ну, например, там, где-то вышел погулять по, да, вот, от первого лица, но без физиономии, так скажем, допустим, вышел погулять по Ларамбле, в Барселоне, оставил сделку открытую, вернулся, она по стоплосту пролетела, и вот об этом рассказать, как бы дать другим трейдерам, ну, такой опыт от первого лица, рассказать об обычаях, именно с точки зрения экономики, ну, например, там, как Сиеста влияет в Испании на труд, сколько часов у них длится рабочее время, почему они могут прийти домой и отдохнуть, не потому, что они мало работают, нет, они приходят, отдыхают, а потом снова идут на работу, они до восьми работают, я вот общался с девушкой адвокатом, она пришла дома, там, с детишками поиграла, поела, может быть, там прилегла и снова на работу до восьми, мы возвращаемся в шесть с работы, ну, не я, испанцы, а на восемь, так что, вот о таких вещах, какая безработица там, как повлиял разворот кризиса, чувствую ли я инфляцию, ну, все-таки я там жил, да, например, как Brexit влияет на Кану к Великобритании, если я туда попаду, ну, потому что у меня Шенген, вид на жительство, зону Британии мне попасть будет не так просто, нужно делать визу, ну, хотя, что значит делать визу, это не так сложно, так что, вот есть такая идея, ездить, путешествовать, писать сделки, торговать, всякие заметки, в таком вот интерактивном, живом виде, сначала сделать блок, а потом, глядишь, и все это можно в книгу собрать и сделать еще более интереснее. Мне это очень интересно, ну, чего я жду, жду мотивации, жду желания, жду пробоя в себе, то есть, в один день встать и сказать, с сегодняшнего дня я начинаю писать, это даже можно здесь в Талине начать писать, а потом уже путешествовать дальше. Ну, может быть, жду каких-то предложений, у меня издательство одно предлагало мне, и до сих пор в силе это, и, возможно, в Мирал Маркетсе это возьмется, как-то мотивирует и ставит спонсор, я не знаю, обсуждалось это, то есть, я мечтаю об этом, это обсуждалось, но если даже никто не возьмется, я сам возьму это и сделаю, благо там ресурсы небольшие, нужны, ни деньги, ничего не нужно, время, но все равно путешествую, купил гоупрошку, купил камеру хорошую, гоупро, все остальное есть, ну и путь. Окей, помечтали, хватит, на сегодня, наверное, мы закончим наш вебинар, всем спасибо,